Приветствую вас и бросьба между мужчиной и женщиной возможна тогда, когда у них обоих отсутствует, так сказать, личная тяга, личное увлечение друг к другу. То есть, когда они интересуются друг другом исключительно только как личностями, как людьми, и иногда, вот не согласившись здесь с коллегой, мужчины и женщины могут, так сказать, участвовать в интимных отношениях, но при этом не испытывают друг другу никаких возвышенных чувств, таких, например, как любовь или влечение страсти. То есть, отсутствие восприятия друг друга в качестве, так сказать, представителя своего пола и является необходимым условием для того, чтобы мужчины и женщины друг друга. Я вам даже скажу больше, что дружба с мужчиной, ведь понятно, что мужчина, если он порядочный, если он осознающий себя, если он серьезный, и если у него есть своя девушка, своя женщина, супруга, может быть, даже, да, то понятно, что другие женщины ему встречаются. И с этими женщинами такой мужчина, и именно такой мужчина. Мы сейчас берем классические случаи, мы не берем тот случай, когда имеет место быть трудистый секс, например, и так далее. Такой мужчина может совершенно спокойно дружить женщину. Почему? Ему интересно с ней общаться, ему интересно с ней заниматься, какой-либо деятельностью, то есть, их что-то объединяет. Вот, вообще говоря, дружба, возможно, там, где людей что-то объединяет. Представьте себе, скажем так, сферу, которая расширяется в точке соприкосновения мужчины и женщины. И эта сфера захватывает сперва, что сперва она захватывает общение как знакомых, потом как приятель, потом как друзей, но вот сферу как раз-таки наивысшей близости она не захватывает. Почему? Потому что у этих людей уже есть, собственно говоря, свои половинки. И вот при наличии половинок, при наличии реализации энергии именно в качестве представителя своего пола, можно вполне себе рассчитывать на то, что между мужчиной и женщиной в этом случае будет дружно. И мы здесь исключаем те ситуации, когда, скажем, мужчине или женщине требуется помощь. Потому что помощь – это критическая ситуация, в этой критической ситуации, возможно, аффективное состояние, при которой человек может не отдавать себе от счета в том, что он делает. И подобное нельзя рассматривать как, значит, проявление истинно-человеческого поведения в данном случае. Вот такой ответ на ваш вопрос. Если же мужчина и женщина, или кто-то из них, говорят, что мы будем дружить, но при этом не имея вторых половинок, то есть очень большая вероятность того, что человек, скорее всего, так или иначе воспринимает вас, или своего друга в данном случае, как потенциального партнера. Потенциального партнера для личных отношений, но при этом не хочет даже в этом претеноваться. Еще немаловажный момент, что условием для именно дружбы мужчины и женщины условием является умение дружисти. То есть если, тут ведь особенность такая, в нашем обществе и вообще в любом обществе, безусловно, и как вполне естественно, принимается только дружба одного пола, представителя одного пола. А вот дружба противоположных полу, ну, и считается он спорным моментом. И спорным моментом она считается небеза словами. Дело в том, что не все мужчины умеют дружить с женщинами, и не все женщины умеют дружить с мужчинами. И в каком же случае возможно уметь это делать? Ну, как правило, если у женщины есть, там, скажем, брат, желательно не младший, а вот именно ее ровесник, с которым она активно взаимодействует, общается с его друзьями, там, что-то такое, если у мужчины есть седра, и они также активно взаимодействуют друг с другом, и мужчина общается с подругами, с сестрой, и еще больше, в детстве, то он как раз-таки учится воспринимать противоположный пол как полноценных партнеров для, скажем, поместного времяпроводения, да, там, для игр, для работы, для хобби, для увлечений. Бывает так, что человек не умеет дружить с женщинами. Или, например, женщина не умеет дружить с мужчин. И происходит это, конечно, при определенном воспитании. Если в семье мама и папа взаимодействуют только как муж и жена, как отец и мать, и у них постоянно именно только такие отношения, а как бы вместе, как партнеры, как вот, да, как друзья, как, скажем, коллеги, как игроки, как, там, взаимовыгодные люди, они не участвуют, то ребенок, видя, что такие отношения между мужчиной и женщиной не отсутствуют, и сам не умеет их строить, и он автоматически, подсознательно, стремится к дому, чтобы тяготеть к людям с теми признаками, которым ему апреллель лучше. Это девочки с девочками, мальчики с мальчиками. И понятно, что такие вот девочки, такие мальчики, которые создают такое вот чисто женское, чисто мужское общество, или, скажем, даже не общество, а группы, образование, они не могут дружить. Почему? Потому что слишком сильны предубеждения, слишком сильны будут сформировавшиеся взгляды на отношения двух полов. И в итоге, благодаря предрассудкам, дружба между мужчиной и женщиной возможно не будет. То есть, понимаете, условий достаточно немного для дружбы. Но эти условия, они очень важны, и они очень сложны. потому что понятно, что у каждого человека воспитание, развитие складывается по-своему. Понятно, что у каждого мужчины, например, свое восприятие женщины. И далеко не всегда можно, например, мужчине верить, когда он говорит, что хочет дружить с женщинами. очень часто бывает так, что мужчина как бы вначале хочет дружить, но потом выясняет, что это была не дружба. То есть, всегда имеется определенный риск. Определенный риск такой дружбы в том, что она перерастет вас что-то больше в определенный момент. и как бы один раз став чем-то большим, вы уже, наверное, не сможет дружбу сохранить. Потому что происходит расширение сознания и обратно судится, ему будет сложно. Только очень волевые люди способны, ну как волевые, я бы не сказал даже, что волевые. Тут дело не в воле даже. Тут как я делаю в том, насколько например, женщина ценит в мужчине общечеловеческие качества. И вот пожалуй это является самым главным условием. Когда мужчина и женщина ценят друг друге именно общечеловеческие качества. Немуся с точки зрения представителя пола не женственно с точки зрения представителя пола не внешний вид, а именно общечеловеческие качества. Черты. Которые присущи и мужчине и женщине. И вот если эти общечеловеческие качества в отношениях доминируют, если они занимают первое место, если люди друг другу воспринимают именно как представители человечества или свои нации и гражданины странные и так, то в таком случае дружба возможно. И нужно сказать, что дружба между мужчиной и женщиной возможно тогда, когда люди все-таки достаточно зрелые. потому что друзья могут достаточно тетно взаимодействовать и если допустим люди не зрелые, то соответственно некоторые физиологические процессы могут поспособствовать неловкость ситуации и тогда дружба может оказаться под угрозой. Этот момент тоже нужно понимать. Но вообще-то говоря, это нормально, потому что в дружбе всегда есть человек, который является ведущим, а есть человек, который является ведомым. Пусть и в каких-то самых-самых мелких моментах. То есть всегда есть кто-то, кто ведет за собой. Поэтому если например вы считаете себя зрелым человеком и видите, что друг или потенциальный друг мужчина тоже ходит с вами дружить, но в силу своей недостаточной зрелости вы опасаетесь, что он может наделать ошибок, то вы используя свою зрелость можете его от этих ошибок предотеречь. Если конечно цените его именно в общечеловеческом смысле, в общечеловеческом значении. А это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. всем.